Заканчивая свое выступление, хочу сказать, что все-таки учебные заведения профтехобразования, надо на них обращать больше внимания. Они сейчас готовы обучать взрослых в любых направлениях. Есть учебные планы, есть кадры, есть материально-техническая база. Мне кажется, надо все вокруг учебных заведений профтехобразования. Поэтому тут надо подпитку и основную точку надо делать на центре. И еще, вы знаете, что хотела бы сказать? Повышение квалификации наших педагогов надо. Вот здесь вот именно, знаете, на первом месте преподавателей наших, мастеров производственных. Профессии меняются. Да, профессии меняются, их надо будет все время тоже повышать квалификацию. Особенно в цифровом формате, понимаете? Вот в предпринимательском формате. То есть вот тут надо будет, вот в этом вопросе, конечно, поработать. А так, мне кажется, да, да. Учебные заведения сейчас готовы. И в том же на рынке есть учебные заведения. Пусть учатся. Только, знаешь, говорю, опять же, все зависит от менеджмента руководителя. Руководитель может через ФРН тех же обучить. Но не хватает денег найти такие же общественные, какие-то другие. И сейчас, по-моему, очень много неправительственных организаций, которые готовы вложиться для того, чтобы он получил образование, получил сертификат, получил себе работу, чтобы кормить свою семью. Спасибо. Спасибо. Галина Ильинична, все уже, в принципе, вырвали у меня. Вместе с Центром валидации и сертификации все уже вырвали. Но вопрос спроса все равно остается открытым. Вот я хочу подтвердить слова. В этом году недобор. В прошлом году недобор. На бесплатно. У меня недобор. У меня всегда план был впереди. У меня 80% плана. Люди не хотят учиться. Почему? Почему? Почему бесплатно? Сейчас буквально вот среди молодежи происходит какое-то отношение молодежи к образованию. Вообще другое становится. Обучаясь сегодня через интернет, например, обучаются они на работе. Значит, их приглашают в какие-то офисы, или если он хочет получить какое-то быстренькое образование, его прям там же обучают. Особенно в области IT сейчас очень много таких вот организаций, когда обучают на местах. Я думаю, это неплохо. Конечно. Вот, это неплохо. Просто это нужно узаканивать, да. И сейчас среди работодателей нет востребованности в получении какой-то документа. Просто они берут на работу и говорят, что ты умеешь, ну-ка покажи. Он показывает, что ты принят на работу. Сегодня уже не актуально какого-то документа. Нет, но не везде. Смотрите, вот кошки там, билайны, они бегут впереди планеты все. Они сами обучают. Есть базовые, базовые специальности образования, например, да, там, где требуют, ну, востребованность определенных документов, да, да, они идут в учебные заведения, учатся и так далее. Ну, вот начальное образование, где рабочие специальности, прикладные, будем говорить, да, сегодня прям аховое положение. Просто они идут, потому что это им не надо. Поколение такое сейчас. И рабочие места, они есть, они идут, работают, просто идут. Строительство, например, там, парикмахерские, там, или там, поваральные. Просто они идут и устраиваются на работу в рестораны те же, в строительные компании. И работать начинают, и через 2-3 месяца они уже вливаются в коллективы. Понимаете, вот что делать? Да, еще квалификации нет, ничего такого давения. Да, а вот, например, вот у нас есть инспекция по труду, да, где инспекция по труду, где они должны штрафовать, если вот в организации человек без специальности, например, да, узаконенной специальности, он работает у вас, например, за рубежом, за это сильно штрафует, закрывает даже эти организации. У нас этого вообще даже не пахнет, понимаете? Вот, поэтому здесь вот такой вот сейчас, как бы, дикий запад идет. И вот это, да, шаги, нет, и вот начальное прославное название, на самом деле, вот второй, третий год тенденция идет, потому что недобор, хотя государство говорит, план выполняйте, давайте в этом году 500 человек, там, 300 человек, чтобы мы уже выполнили, там, выговор дает и так далее. Ничего не могут сделать. Спасибо.